Здравствуйте! Вы смотрите MarketWatch в студии Роман Шевченко. В сегодняшнем выпуске рассмотрим следующие темы. В UBS отмечают перспективу обвала доллара США, рост инфляции в Британии, американские фондовые индексы в зоне риска. Напомню, что ранее я уже отмечал заявления аналитиков из Morgan Stanley, которые рекомендовали избавляться от доллара США и обратить внимание на фондовый рынок. Теперь и в UBS заговорили о перспективе дальнейшего ослабления американской валюты. Эксперты из этих банков сходятся во мнении, что уже в 2021 году негативный эффект от пандемии снизится, а стимулы в США продолжат расти. Как следствие, фондовый рынок может продолжить рост, тем самым оказывая давление на доллар США. Также в UBS отмечают общий потенциал роста рисковых валют, в том числе на фоне того, что стремительно увеличивающийся госдолг США снижает привлекательность американской валюты как валюты-убежища. Соответственно, аналитики ожидают рост валютной пары евро-доллар в область 1.20-1.25 в 2021 году. Но данный сценарий возможен лишь при условии быстрого и достаточно сильного снижения карантинных ограничений в Европе. А теперь перейдем к опубликованному отчету по инфляции в Британии. Фактические данные оказались лучше прогноза. К тому же годовой показатель превысил и прогнозируемые, и предыдущие значения. Но активность покупателей валютной пары фунт-доллар остается умеренной, тем самым указывая на смещение внимания с макроэкономических показателей на прогресс в разработке вакцины. Смещаясь на американскую торговую сессию, отмечу комментарий главы одной из компаний по управлению активами Джеймса Макдональда. Во время интервью CNBC он заявил о том, что основной американский фондовый индекс S&P 500 в шаге отобывало на 20% или же 700-800 пунктов. Обратите внимание на ценовой график этого индекса. На дневном временном интервале четко видно сформировавшуюся фигуру, которая похожа на букву W. По мнению Джеймса, это указывает на слабость покупателей и как следствие увеличивает риск обвала котировок данного индекса. Если же мы увидим в ближайшие несколько дней или недель обвал американских фондовых индексов, то спрос на доллар США резко увеличится. Соответственно, всем трейдерам, которые удерживают короткие позиции в американской валюте, необходимо учитывать этот факт. Развитие событий по данному сценарию может произойти в случае появления существенных проблем с вакциной или же уменьшения объема финансовой помощи в США. На этом у меня все. Внимательно сидите за новостным фоном и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.